Привет, друзья! Добро пожаловать обратно на канал Russian with Dasha. Сегодня я расскажу вам о пчеловодстве, то есть о пчёлах. Если вы смотрели мои предыдущие видео, выпуски о том, как мы живём на даче, как мы открывали дачный сезон, то вы знаете, что на нашей даче есть также пасека, то есть это пчелиные улей, и эти пчёлы добывают, собирают мёд. Мы собрали наш первый мёд в этом году. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о пчеловодстве в России, о пчеловодстве на нашей даче, и узнаете немного информации о пчёлах. Поверьте мне, пчёлы — это удивительные существа, удивительные насекомые. Я была, если честно, поражена, когда узнала о том, как они живут, как они добывают мёд. Я надеюсь, что вам понравится сегодняшний выпуск. Информацию для этого видео я нашла в нескольких советских книгах по пчеловодству. Игорь Николаевич занимается пчеловодством с 1991 года. Сегодня он поделится с нами своим опытом. Почему пчёлы так важны для этого мира? Опыление растений на 90% выполняется пчёлами. Ценность их опылительной работы в 20 раз больше, чем стоимость получаемых от пчёл продуктов — мёда, воска и т.д. Пчела — это настоящее чудо природы. Она и фармацевт, и врач. Даже первобытный человек применял мёд как пищевой продукт и лечебное средство. Пчелиная семья состоит из от 20 до 80 тысяч рабочих пчёл, одной матки и нескольких сотен трудней. В этом видео я вам подробнее расскажу о каждом члене семьи пчёл, какую функцию они несут, что делают каждый день. Пчелиная семья живёт в гнезде, заполненном сотами, которые расположены один относительно другого вертикальными параллельными пластами. Соты состоят из шестигранных восковых ячеек. В них пчёлы выводят потомство, складывают и хранят свои кормовые запасы. Летом пчёлы размещаются в промежутках между сотами, а зимой собираются клубом и занимают свободные от корма ячейки сотов. Пчёлы поддерживают в улье постоянную температуру. Чтобы пчёлам было легче строить соты, в рамку прикрепляют вощину. Она представляет собой тонкую пластину воска, на обеих сторонах которой сделаны углубления по форме и размерам донышек ячеек пчелиных сотов. Большинство ячеек в сотах составляют пчелиные, их до 200 тысяч в улье, трудневых бывает до тысячи, а маточных до нескольких десятков. Первый тип пчёл – это рабочие пчёлы. Это особи женского пола с недоразвитыми половыми органами, неспособные к спариванию с трутнями и выполняющие работы в пчелиной семье. Они приносят нектар, перерабатывают его в мёд, делают прополис, кормят личинок, ухаживают за маткой и кормят её. Они же строят соты, поддерживают чистоту внутри улья, охраняют гнездо от насекомых и животных, утепляют гнездо и постоянно приносят воду. Такая пчела в летний сезон живёт до 40 дней. Личинке рабочей пчелы нужен 21 день, чтобы вырасти и выйти из ячейки. Уже на второй день своей жизни она начинает работать, чистить и полировать ячейки. На четвёртый день жизни она начинает кормить личинок молочком, которое выделяет её организм. В 11-дневном возрасте пчёлы начинают принимать нектар и перерабатывают его в мёд, складывают в ячейки и запечатывают, а также выносят мусор и охраняют улей. На пятнадцатый день своей жизни пчёлы начинают вылетать из улья и до конца своей жизни работают сборщицами нектара, воды, цветочной пыльцы и клея. Пчёлы вылетают в поле, за нектаром на расстоянии до двух километров. Если улей перенести на дальнее расстояние, пчёлы могут не найти дорогу домой. Если начинается дождь и пчёлы по ошибке залетают в чужой улей, хозяева впускают только тех, кто несёт нектар, пыльцу или воду. Пчёл без нож и хозяева стараются убить. Пчела, прилетевшая с пустыми лапками, может попросить разрешения войти в чужой улей. Она медленно продвигается, опустив голову, издаёт особый звук. Пчёлы хозяева обнюхивают её и только после этого впускают свой улей. Так у пчелы появляется новый дом. Пчёлы одной семьи узнают друг друга и пчёл другой семьи по запаху. В конце лета пчёлы нередко начинают воровать мёд у других семей. Задача пчёл-охранников не допустить этого. Следующий тип пчёл – это матка. Она крупнее пчёлоработниц. Её задачей является воспроизведение потомства. Из её яиц появляются рабочие пчёлы, трудни и будущие матки. Матка откладывает до двух тысяч яиц в сутки. Она всегда окружена свитой пчёл, ухаживающих за ней. Пчёлы её и кормят, и чистят. Из оплодотворённых спермой трудня яиц рождаются рабочие пчёлы и матки, а из неоплодотворённых – трудни. Чтобы из личинки выросла матка, а не рабочая пчела, её усиленно кормят маточным молочком, а также выращивают в специальной ячейке. Матка может прожить до шести лет. И последний тип пчёл – это трутни. Это особи мужского пола. Они оплодотворяют матку. Никакой другой работы они не выполняют и защищать гнездо не могут, так как не имеют жала. После спаривания с маткой трутень погибает. Когда заканчивается сезон сбора мёда, пчёлы выгоняют оставшихся трудней из ульев, и те погибают. Можно сказать, что в пчелиной семье царит матриархат. Мужские особи нужны только для продолжения рода. Всю работу выполняют женские особи. Роение медоносных пчёл – это отделение молодых семей от родительских. Рой вылетает обычно ближе к полудню. С ним вылетает старая матка. Молодая матка остаётся в улье. Рой прививается на ветки дерева и становится гроздью из тысяч пчёл. Если пчеловод вовремя не соберёт рой, то он улетит в лес. В лесу пчёлы заранее подыскивают новый подходящий дом для себя. Поэтому очень важно вовремя собрать рой. Пчеловод сначала переселяет дом в раевню. Для этого он разжигает дымарь, берёт черпак и связку веток или перьев. Под висячий рой подставляют открытую раевню и резко стряхивают в неё пчёл. Затем пытаются собрать оставшихся пчёл черпаком. Очень важно не повредить матку. Чтобы согнать пчёл с веток, используют дым из дымаря. Когда пчёлы соберутся в раевню, крышку закрывают и уносят в тёмное прохладное место, чтобы рой остыл. Вечером рой переселяют в новый улей. Он сразу же начинает осваивать новое жилище. И уже на следующий день пчёлы отправляются собирать нектар. Как общаться с пчёлами? Многие люди их очень боятся. Но по своей природе пчёлы очень миролюбивы. Они наиболее активны в защите гнезда, поэтому не стоит стоять перед входом в улей. Если неосторожно придавить хотя бы одну пчелу, десятки её собратьев незамедлительно набросятся на вас. Голову и лицо нужно закрывать специальной защитной сеткой, а одежду желательно надевать светлую. Ну что, как вам мой прикид? Пчёл раздражают резкие запахи и звуки. Пчеловод должен быть аккуратным, спокойным, тихим и работать без суеты. Чтобы собрать мёд, пчеловод отбирает по одной медовой рамке, смахивая пчёл и отгоняя их дымом. Пчеловод никогда не забирает мёд, который является кормовым, ведь этот мёд принадлежит пчёлам. Отобранный мёд откачивают на медогонке. Густой, вязкий мёд, который накручивается на ложку, является зрелым, и чем он гуще, тем лучше по качеству. Со временем мёд кристаллизуется и становится более плотным. Кристаллизация – это естественная консервация мёда. Мёд лучше всего хранить в деревянной посуде, но можно и в стеклянной. Также его необходимо хранить в темноте и прохладе. Мёд – это продукт переработки пчёлами нектара. Нектар – это раствор тростникового сахара. Его пчёлы собирают с цветковых растений. Пчела-осборщица хоботком высасывает нектар из цветков, наполняет им свой медовой зобик и переносит в улей. Здесь она передаёт нектар пчёлам-приёмщицам, которые складывают его в ячейки сотов. В процессе переработки пчёлами тростниковый сахар расщепляется на плодовый и виноградный. Пчёлы несколько раз перекладывают мёд из ячейки в ячейку, испаряют из него лишнюю воду, постепенно концентрируя и запечатывают по мере готовности. В составе мёда имеются соли соляной, угольной, фосфорной и других кислот – железо, марганец, кальций, магний, натрий, кобальт и т.д. Мёд очень полезен как взрослым, так и детям. Собранную с цветков растений и перенесённую в улей на ножках пыльцу пчёлы перерабатывают в пергу. Она является для пчёл белковым кормом. Ею кормят личинок пчёл. В организме пчёл образуется воск. Он выделяется на поверхности их тела в виде тонких белых пластиночек. Им пчёлы строят соты и запечатывают ячейки с мёдом. С почек деревьев пчёлы собирают и перерабатывают прополис. Он обладает бактерицидными свойствами и используется для обмазывания внутренних стенок и заклеивания щелей. В его состав входит смесь смол и бальзамов, воск, эфирное масло, витамины и микроэлементы. Прополис используется человеком в медицине. Также пчёлы выделяют пчелиный яд, которым парализуют своих врагов. Некоторые люди плохо или совсем не переносят укус пчёл. Также своими глотательными железами пчёлы выделяют маточное молочко. Это высокопитательный корм для пчелиных маток и личинок. На зиму улей с пчёлами утепляют и помещают специальный зимовник, где нет сырости и грызунов. У пчёл должно быть достаточно мёда, чтобы пережить зиму. Пчеловод должен также следить за здоровьем пчёл и лечить их от кишечных заболеваний и клещей. Ну что, нам есть чему поучиться у пчёл. Не зря в русском языке есть поговорка «работать как пчёлка», то есть быть очень трудолюбивым и постоянно-постоянно работать. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и что вы будете с большей любовью и большим уважением теперь относиться к пчёлам. Я буду очень рада вашим комментариям. А мы пойдём пить чай с мёдом. Старейший пасечник всей России Симонов Игорь Николаевич. На эту идею меня подтолкнула моя беспутёвая жизнь. Требовались деньги, поэтому я решил купить улей. Улей первую я приобрел в деревне Кубаницы у Веры Фёдоровны. Первый раз очень сильно обравился, когда в середине августа этот улей принёс мне целое ведро мёда. Ну а с той поры, как говорится, пчёлы роились, пасеку увеличивалось. Пчелиная семья — это своеобразный мир. Чем меньше вмешиваясь в жизнь пчёл, тем лучше для них и для пасечников. Поэтому основные мероприятия весной — это чистка гнезда, постановка новой свежей ващины. Летом — это тоже постановка ващины. Вовремя поставить в магазины. Ну и посмотреть, если заполнены магазины, вовремя откачать мёд пчёл. Ну а в зиму надо утеплять, конечно, конец августа, начало сентября, когда ночь холодная, и сверху кладёшь маховые подушки, сокращаясь литки. Пчёлы, во-первых, служат не для того, чтобы кормить человека мёдом, а для того, чтобы опылять растения, которые дают плоды и так далее, и тому подобное. Для развития всей флоры требуются пчёлы. Спасибо за внимание! Спасибо вам! Субтитры создавал DimaTorzok